Уважаемые соотечественники, друзья, я хотел бы сделать короткое сообщение и рассказать, какая сейчас складывается ситуация. Как я и говорил, будущее нашей страны сейчас находится фактически в руках жителей города Астаны и города Алматы. Именно в этих двух городах происходят основные события, где тысячи протестующих объединяются, действуют. Власти страны применили серьезные усилия, использовали серьезные усилия, использовали полицейские силы. И в Алматы, и в Астане приблизительно около тысячи-полутора тысяч полицейских методично мешают проведению митингов, рассекают протестующих. Но это в большей степени связано с тем, что протестующих все же недостаточно. Достаточно на этих местах, в этих площадях, где мы обозначили, чтобы численность протестующих превысила 10 тысяч человек, и никакая полиция Нурсултана Назарбаева не будет в состоянии помешать действовать митингующим. Сейчас я хотел бы дать короткую информацию сначала по Алматы, а потом по Астане. В Алматы было оказано серьезнейшее давление со стороны полиции, и сейчас протестующие собрались около театра оперы и балеты, чуть ниже. Это Панфилова, где-то улица Бугимбай-Батыра. Сейчас там собрано ядро протеста, несколько сот человек, минимум 300 человек, плюс на различных углах находится еще, то есть как минимум 1000 человек в этом направлении сосредоточены и собраны на разных переулках, небольших улицах и так далее. Полиция устала, вы сами это видите. Полиция из Мотана, в Алматы, они даже привлекли молодых ребят, 16-17 летних молодых ребят, их около 200 человек в этом училище учатся, малых кадетов, то есть фактически детей. То есть Назарбаев до такой степени напуган, полицейских сил не хватает, что в бой брошены дети. Уважаемые алматинцы, поддержите протестующих. По всем нашим планам мы планировали сегодня стоять и ночью. И завтра, и завтра, когда будут объявлены итоги выборов, а вы знаете, что итоги выборов уже известны. Массовые фальсификации, вброс бюллетеней. Весь интернет заполнен такими фактами. Используют самоисчужающиеся записи, чернила, которые пропадают. И таких технологий, с учетом каруселей и все прочее, власть применяет, как всегда, множество. Поэтому вы все прекрасно заранее знали, что эти выборы фальсифицированы. Ну и сейчас тоже в интернете очень много фактов, которые подтверждают, что эти выборы были сфальсифицированы. Поэтому, уважаемые алматинцы, я обращаюсь к вам с призывом поддержать протестующих. Как только нас соберется более 10 тысяч человек, сразу эта численность как минимум удвоится или утроится. Поддержит фактически весь город. Мы ожидаем, что вы поддержите тех протестующих, которые находятся около театра, оперы и балета. Уважаемые друзья, второй город, который по своему значению является тоже значимым, тем самым городом, где тоже происходят основные события. Как я сказал, два города, это Астана и Алматы, являются ключевыми городами, от действий которых зависит судьба всей страны. В Астане сейчас около дворца Жастар собралось несколько сот человек. На расстоянии где-то приблизительно полкилометра еще большие группы людей. И сейчас там по разными группами находится минимум тысяч человек. А если считать еще разные небольшие переулки и так далее, то эта численность значительно превышает тысячи, может быть даже две тысячи человек. Но для того, чтобы протест был успешный, нам нужно, чтобы количество протестующих было больше десяти тысяч человек. Многие из вас вчера еще сомневались, не верили, что даже сто человек придут. Писали в интернете, может быть, двести человек придут, что полиция всех скрутит. Имейте в виду, что при этом всем, что полиция сегодня задерживала десятки людей, и все отделения полиции были заполнены протестующими. И затем эти автобусы задержанными ездили по городу, и они в итоге были выпущены, потому что их фактически было девать некогда. Уважаемые друзья, теперь вы знаете, что на площадях страны стоят тысячи протестующих. Уже есть ядро сопротивления. Во многих странах так и происходила смена режима. Так было в Армении, так было в Грузии. У нас сегодня исторический шанс. У нас сегодня историческая возможность. В связи с тем, что в нашей стране находится больше двухсот пятидесяти иностранных журналистов. В нашей стране находится свыше тысячи пятьсот международных наблюдателей. За этими выборами следит международное сообщество, и постоянно идут сообщения о массовых фальсификациях на этих выборах. Друзья, у нас серьезная возможность добиться успеха именно сегодня, именно сейчас. Для этого просто нужно объединиться. Для этого надо просто поддержать тех протестующих, которые уже стоят на площадях нашей страны. Еще раз. Астана это дворец Жастар. Около дворца Жастар сейчас есть скопление большое количество протестующих. Да, там есть полиция. Но когда эти места появятся, поддерживающих тысячи и тысячи, полиция ничего не сможет сделать. То же самое по Алматы. Около театра оперы и балета. Балета Панфилова Кабамба-Батыра. Сейчас собралась серьезная группа протестующих. Поддержите их. Поддержите протестующие. Не планируют никуда уходить. Протестующие подготовились к длительному протесту. Нужна ваша поддержка. И мы вместе с вами изменим эту страну. Мы вместе с вами добьемся успеха. Алга Казахстан! Продолжение следует...